Могла ли женщина править Османской империей, занять место султана? Возможно, при особом стечении обстоятельств. Когда-то об этом мечтала одна из дочерей Абдулхамеда I. Если вы смотрели сериал «Султан моего сердца», то должны помнить одну яркую героиню, Эсму Султан, сестру султана Махмуда II. Эта женщина – реальная историческая личность, известна своими интригами и тем, что она – единственная женщина из Османской династии, которая когда-либо рассматривалась в качестве претендентки на престол в случае неблагоприятных обстоятельств. Так у нее было много сторонников, такой огромный она имела вес в обществе и несметные богатства. Эсма Султан была дочерью Айше Синеепервер Султан и султана Абдулхамида I. Родилась 17 июля 1778 года во дворце Топкапы. Ее родным братом был Мустафа, который в будущем станет султаном Мустафой IV. Правда, пробудет на престоле недолго, чуть более года. Когда Эсме было 11 лет, а ее брату Мустафе 10, их отец, султан Абдулхамида I, скончался. На престол взошел 28-летний Селим III, а дети всех наложниц Абдулхамида I и их матери переехали в старый дворец. Там Эсма много читала и научилась играть на разных музыкальных инструментах. В возрасте 14 лет султан выдал Эсму замуж за Кючук Хюсейна Пашу, государственного деятеля грузинского происхождения. Паша был старше султаншей на 21 год. В некоторых литературных источниках указывается, что Эсма сама стремилась поскорее выйти замуж, чтобы получить больше свободы. Помолвка Эсмы с Кючук Хюсейном Пашой состоялась 29 мая 1792 года, а свадьба 19 декабря того же года. Мать Селима III, валиде Мехришах Султан, подарила ей 706 маленьких розовых бриллиантов, люстру, украшенную рубинами и бриллиантами, 18 австрийских подушек для ног и три матраса. 8 декабря 1802 года Кючук Хюсейн Паша умер. Они прожили в браке с Эсмой Султан 11 лет, но детей у них не родилось. Эсма больше никогда не выходила замуж и вела довольно яркую и роскошную жизнь. Была заядлой модницей и очень интересовалась западной культурой. Селим III хотел было выдать Эсму снова замуж, но та попросила отсрочку пару лет, а в итоге навсегда осталась одинокой. Хотя, если верить многочисленным слухам, которые ходили тогда в Стамбуле, Эсма меняла любовников как перчатки. Насколько это правда, неизвестно, но Султаншу эти слухи сильно не беспокоили. Больше ее волновало отсутствие детей. И в 1831 году 53-летняя Эсма Султан возьмет на воспитание годовалую девочку Рахиме. Эсма сделает ее имя двойным Рахиме Пересту. Девочка вырастет настоящей принцессой и внешне, и своими манерами. Из уважения ее все будут называть Ханым Султан, титулом внучек Султана. В 1844 году к 14-летней миниатюрной блондинке с голубыми глазами станет свататься племянник Эсмы Султан, Абдул-Меджид, сын Махмуда II, будущий Султан. Но Эсма согласится отдать ему девочку только в том случае, если он заключит с ней никах, а не возьмет просто в качестве наложницы. Абдул-Меджид согласился. Брак их оказался бездетным. Тем не менее, Пересту Рахиме, приемная дочь Эсмы Султан, стала последней женщиной, носившей титул валиде в Османской империи. Этот титул ей даровал ее приемный сын, которого она воспитывала с 11-летнего возраста, Султан Абдул-Хамид II. Но вернемся к Эсме Султан. В отличие от других османских султанш, она была политически активной и мечтала, чтобы Османской империей правил ее брат Мустафа. В 1807 году случится восстание, в результате которого Селим III будет убит, а Шелзаде Махмуд едва спасется. Его спасет Дживри Калфа. Об этом я рассказывала в одном из своих видео. Это восстание не было случайностью или только лишь волей народа. В его организации важную роль сыграли заинтересованные люди – Эсма Султан и их с Мустафой мать – Айше Синеепервер Султан. Но, несмотря на все их старания, Мустафа пробудет с Султаном только чуть более года, а потом его сместят сторонники Махмуда. Мустафа же будет казнен после очередных попыток матери и сестры вновь посадить его на престол. Эсма лично писала письма янычарам и встречалась с ними, чтобы свергнуть Махмуда. Султан Махмуд знал о политических устремлениях своей сестры, но на многое закрывал глаза. Даже планировал выслать Эсму из столицы, но почему-то передумал. Тем не менее, на протяжении всей жизни запретил ей и еще одной ее соучастнице – сестре по отцу Хибетуллах Султан – общаться с иностранцами. Они находились у Махмуда под пристальным наблюдением, а янычарский корпус Султан Махмуд II ликвидировал в 1826 году. Отношения Махмуда и Эсмы со временем наладились. Неизвестно, стал ли он ей больше доверять, но друг к другу в гости они ходили часто. Эсма Султан была самой богатой женщиной Османской империи в те времена. Ей принадлежали три дворца и огромный штат Слуг. В ее собственности были земельные участки на Крите, в Кемере, Эдримите и Беге. Эсма Султан пережила Махмуда на 9 лет. Скончалась 4 июня 1848 года в возрасте 69 лет и была похоронена в мавзолее-тюрбе султана Махмуда.